История эта интересна еще и тем, что у нас же в стране вроде как победили коррупцию в сфере госзакупок. Ну, по крайней мере, политики регулярно об этом отчитываются. Работает система Прозора, и все тендеры проводятся открыто. Любой участник торгов, которого в тендере обошли незаконно, может опротестовать несправедливое решение. Но есть один нюанс. Схемы тоже работают, несмотря на Прозора. Тему продолжит Павлина Василенко. За год больше миллиона открытых госзакупок и 30 миллиардов сэкономленных гривен. Дальше больше. В Минэкономике надеются. До конца 2017-го Прозора сохранит казне 50 миллиардов. Хотя сумма могла быть еще солиднее. Ведь дельцы до сих пор находят тень в уже, казалось бы, прозрачных закупках. На початку запуска Прозора все были очень переляканы. И как-то, ну, вот, был все-таки страх. На сегодня уже, скажем так, замовники расслабились. У нас, фактически, была тендерная мафия, дуже такая потужная. Они пытаются все одно залишиться в схемах. Именно пресловутые схемы – основа бизнеса по-украински. Уловки, с помощью которых можно легко обойти Прозора у чиновников в ассортименте. Разделяй и властвуй. Этот принцип чиновники тоже умело переносят на госзакупки. И активно используют допороговые суммы. Ведь если услуга или товар стоит меньше 200 тысяч гривен, тендер можно не проводить. А подробить миллионные суммы не составляет большого труда. Они делят себя маленькими частинками по 199-999. Выкладывают прямой договор с постачальником. Само собой не понимали, как они его убирали, по какому принципу. И только свидетельствуют про это в системе. И так, ну, может быть на достаточно большие суммы. Высший пилотаж допорогового дробления показала шахта «Россия». Там закупили продукты по заоблачным ценам у одного поставщика. Муку брали по 200 гривен. Подсолнечное масло – по 2000, а мясо и того дороже. Один килограмм 4 тысячи гривен. И, ну, как бы, они говорят, что у них цена другая, но они так и не предоставили никаких нам ответов. Уже год мы ждем проверку. Будут ли привлечены должностные лица к ответственности – неизвестно. И таких примеров довольно много. В Полтаве тоже рубят капусту, не жалея государственных денег. Все лучшее, точнее, все самое дорогое там покупают детям. Управление образования для детсадов закупило 15 тонн капусты почти по 8 гривен за килограмм. Это вдвое дороже, чем на рынке. У нас детсадов будут найдорожче капусту куповать. Это ест. При том, что в соседних областях закупываются за нормальной ценой рынковой. Чтобы обойти Прозоро, заключают договора с фирмами-однодневками или с так называемыми своими фирмами. По мнению правоохранителей, эта схема сработала и в этом доме, где деньги на капремонт трубы отопления выделялись дважды. Здесь полтавским чиновникам даже декоммунизация помогла. Вначале выделили 216 тысяч гривен на ремонт дома по улице Маршала Конева. Ну а после переименования уже другой частник получил ту же сумму на ремонт того же дома, но уже по улице Евгения Коновальца. Я не знаю вообще, как там люди ходят. Там не ездить, по-моему, ничего нельзя. Поэтому зимой здесь вообще, наверное, страшно. Подобная ситуация в Полтаве и с ремонтом дорог. Это улица Верховинца, недалеко от центра. В прошлом году ее уничтожили дожди. В этом, говорят журналисты, на ремонт запланировали полтора миллиона гривен. В марте провели предоплату более 400 тысяч одной фирме. А уже в июле такой же договор и такой же задаток получил другой подрядчик. При этом ни техники, ни рабочих за все это время люди здесь не видели. Это немного похоже на какое-то выгодное кредитование. Безвотсотковое. Тут ты приходишь к мискраде, берешь предплату 400 тысяч гривен, ничего не делаешь. Потом просто повертаешь эти деньги безвотсотковые. В сентябре в Полтавский горсовет приходили следователи генпрокуратуры и даже обыски провели. Но местные чиновники говорят, пришлось дважды заключить договоры на одни и те же работы, поскольку летом вступил в силу закон о лицензировании деятельности, а у подрядчиков не было документов. Не хвалуйтесь, ни копейка, ни копейка не вытрачена, и объем работы не задвоенный. Подрядник один взял, который не имел лицензию, по закону он дальше не имел права выполнять, повернул аванс через держку значительства. Новое – это хорошо забытое старое решили в Ривне и купили белорусский гибридный троллейбус «Дуобус» за рекордные 7,5 миллионов гривен, хотя были предложения и подешевле. Историю дорогого, но старого рогатого придали огласки журналисты. После журналистского расследования полиция начала досудебное. Ривненских чиновников подозревают злоупотребление служебным положением. «Дуобус то и куповали еще до впроваджения системы Прозоров, там была змова. Может склассись вражение, что там с тендерами, как было погано, так и есть. Насправді просто стало больше видно, эта система показала оці всі нюанси, яких ранее мы просто навіть не знали. Є проблеми, є порушення, є мутки, є корупціонери, їх ж ніхто не посадив. Але принаймні це стало видно, наступний крок притягувати їх до відповідальності». За последнее время открыто много уголовних дел, но приговор есть только по трьом. Нюанс в том, что бывшая КРУ, а ныне государственная аудиторская служба, не имеет полномочий привлекать к ответственности на этапе торгов. То есть предупредить преступления не могут. «Того, що їм законним не прописаний механізм з'яснення моніторинга. Для того, щоб відкрити якісь кримінальні провадження, їм треба довести матеріальний збиток державі». Подділені документи і підписи виявити проще всього. Сложніше доказати зв'язь между заказчиком і фірмой-подрядчиком. Друг, сват, брат. Конфлікт інтересів возможен, но його можуть просто не увидеть. «Назвають, що вот он друг, он там друг. Ну друг – це не показник. А от родичі – це зовсім інша справа. При наявності родинних зв'язків між компанією, яка виграла, наприклад, тендер, і те, що чиновник, який оголосив про цей тендер, він прямо безпосередньо приймав в цьому участь, то це є безпосередньо конфлікт інтересів, і тоді така компанія можна, скажемо, можна оскаржувати, наскільки прозоро і наскільки дотримані були всі вимоги». Доказанного конфлікта інтересів достатньо для того, щоб отменить тендер. Але є ще одне «но». Якщо торги отменялись дважды, заказчик має право начати переговорну процедуру і в итоге все равно выбрать того, кого потрібно. Павлина Василенко, Инна Белецкая, Даниль Косаковський, Сергей Килибник. Подробности недели. Телеканал «Интер». Дякую.